Спустя месяц после премьеры новой Октавии российская Шкода опубликовала полные прайс-листы. Первый рыночный дебют справит версия со 150-сильным турбомотором, за которую будут просить минимум 1 миллион 409 тысяч рублей. К слову, это на 11 тысяч дороже, чем было объявлено на презентации месяц назад. Но рыночная ситуация изменилась. В начальную комплектацию включены четыре подушки безопасности, обычный кондиционер, 8-дюймовый тачскрин медиа-системы, светодиодная оптика, плюс подогрев передних сидений, кнопка запуска двигателя до электропривода стояночного тормоза. Всего уровней оснащения будет три. И традиционно Шкода предлагает расширять отдельными опциями, вроде автоматического парковщика, адаптивного круиз-контроля и матричных фар. Если размахнуться, цена лифтбека перемахнет далеко за 2 миллиона рублей. Сейчас дилеры готовы принять предварительные заказы, но продажи живых машин намечены лишь на 15 ноября. А долгожданный двигатель 1.6, который обязан удешевить модель, вообще появится не раньше января следующего года. И напоследок любопытное. Турбомотором 1.4 уходящая Октавия окажется примерно на 200 тысяч дешевле своей преемницы. Правда, последняя порадует чуть более щедрым оснащением во всех версиях. Еще одна новинка, которая вскоре станет доступна россиянам, пока даже не представлена. Между тем, российское подразделение Hyundai уже пообещало привезти автомобили IONIQ. Эта марка создана корейским концерном, чтобы выпускать электромобили. Первенцем бренда станет электрический паркетник IONIQ 5, который должен стать серийным воплощением прошлогоднего концепта Hyundai 45. Глобальный дебют модели назначен на начало следующего года. И в финале о новых механизмах пользования автомобилем. Российский офис Porsche запустил аренду своих моделей. Обойдется услуга недешево. За сутки езды на Макане придется отдать от 22 тысяч рублей, а на Панамере уже 42 тысячи. Арендовать машину можно на срок от одних суток до 28 дней. При этом водитель должен быть старше 25 лет, а его минимальный стаж вождения 5 лет. Услугу пока оказывает всего лишь один московский дилер марки. Субтитры создавал DimaTorzok